И снова здравствуйте дорогие друзья, подписчики и подписчицы, а случайные зрители. Обязательно подписывайтесь на канал, если по каким-либо причинам еще не подписались. Сегодня мы познакомимся с популярной и красивой рыбкой Боциа стриата. Узнаем где она обитает в живой природе, как за ней ухаживать в аквариуме и конечно выясним с какими рыбками ее можно содержать. Давайте начнем с того, что Боци стриата имеет и другие названия Боциа зебра и полосатая Боциа. В живой природе Боция зебра обитает в Южной Индии, река Тунга. Именно тут она была обнаружена впервые. Позже ее нашли в реке Панчганга, Коуна, а также в некоторых водоемах Пакистана и даже в Бангладеше. Относится эта рыбка к семейству Вьюновы. Замечу, что в живой природе максимальный размер, который достигает Боциа стриата 12 сантиметров, но в аквариумах она вырастает до 7 сантиметров. Помимо этого, она выбирает реки с чистой водой, но темной, цвет чая от опавших листьев. Часто в качестве таких рек выступают горные реки. Любят, когда вокруг большие камни, корни деревьев, а на дне рек песок, в котором они, кстати, охотно роются. Естественный образ жизни ночной, но как только они адаптируются к новым условиям, меняют свой режим. Субтитры сделал DimaTorzok Как правило, в аквариумы любителей попадают уже полностью адаптированные рыбки. В живой природе питается разными водными насекомыми и их личинками, мелкими ракообразными и другим зоопланктоном, который обитает на дне рек. Сегодня в живой природе встретить боцу и стрята большая удача, так как она находится на грани вымирания. Возможно, в большинстве своем на это влияет нынешняя экология. Боцу и зебра даже занесли в Красную книгу, как исчезающий вид. А мы с вами, кстати, как аквариумисты, помочь разведению этих рыб не можем, так как в аквариуме она не размножается и получить потомство можно только при помощи гормональных инъекций. Пожалуй, это единственный минус у этой рыбки, по крайней мере для меня и тех, кто пытается разводить рыб в аквариумах. Как сказал ранее у аквариумистов, эта рыбка пользуется большой популярностью, а все потому, что она, как вы видите сами, очень красивая и необычная благодаря своему узору на теле. Не особо прихотлива в содержании и совсем не прихотлива в кормлении. Идеальным вариантом аквариума будет аквариум на 100 литров. Учтите то, что они стайные и в идеале их нужно содержать от 10 особей. Но чаще всего их держат парами, реже по 5 особей. Хотя это и не совсем правильно. Помните о том, что аквариум должен быть всегда закрыт крышкой. Иначе можно встретить таранку на полу возле аквариума, так как они любители выпрыгивать. Как и в живой природе, они плохо переносят грязную воду, поэтому обязательно установите хороший фильтр и лучше внешний. Конечно, не обойтись без подачи кислорода. Плюс к этому необходимы еженедельные подмены воды на свежую. Температуру воды предпочитают от 23 до 27 градусов, а PH от 6 до 7,5. На дно аквариума с этими рыбками лучше всего положить песок. На крайний случай мелкий грунт до 3 мм. Не забывайте о том, что они любят рыться в грунте. Аквариумы с боцами-зеброй обязательно украшают всевозможными гротами. Они любят укромные места в аквариумах, хотя долго в них не засиживаются, как ночные самы, и практически всегда находятся на виду. Могу с уверенностью сказать, что они будут вам очень благодарны, если в аквариуме будут плавающие растения. Это и смотрится красиво, и свет от лампы приглушает. При неярком свете боца-стрята еще активней, и показывает себя во всей красе. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, можно украсить аквариум и любыми другими аквариумными растениями, но в любом случае свет им яркий ни к чему. Стоит сразу сказать, что поведение этих рыб активное. По этой причине, чересчур флегматичных рыб с боцами-зеброй с ряда сажать не стоит. Но при этом она мирная и миролюбивая рыбка. Не уживается с хищными рыбками, но любые неагрессивные рыбки для стриад будут отличными друзьями. Хотя и тут есть, конечно же, нюансы. При одиночном содержании или при содержании менее пяти особей могут проявлять агрессию, но это случается редко. Но, по крайней мере, это возможно. Стоит избегать подселения очень маленьких рыбок, в том числе и мальков. А также, в редких случаях, им интересно поохотиться на длинные плавники, как, в принципе, и многим другим рыбкам. Что касается кормления, так тут все просто. Рыбка питается всеми кормами, но так как большую часть времени она проводит у дна, то и корм в идеале желателен донный. Часто в качестве такого корма выступают корма в таблетках. В общем и целом, боц-зеброй с ряда относятся к плотоядным видам рыб. Но в рацион питания все равно должны входить растительные добавки. В противном случае рыбка будет подъедать аквариумные растения. Очень хорошо едят мотыль, лучше всего использовать замороженный, могут есть трубочника, конечно, можно давать и мелко нарубленных дождевых червей. Но помните о технике безопасности. Видео о дождевых червях есть на канале Пар. Там я все подробно рассказываю. Хорошо походят артемия, дафния, мясо креветок и, конечно же, мидий. Обязательно подпишитесь на наш канал. Также хочется сказать о других важных моментах. У боцы с ряда часто встречаются красные носы. Пугаться, увидев такое, не нужно. Она не пьяница и она не повредила свой нос. Во время любимого занятия совать свою моську везде и всюду. Просто он красный и это нормально. Также у боцы с ряда, как и у других боцей, по бокам головы имеются крючки, которые являются оружием самообороны. Увидеть их можно во время сражений, которые являются редкой картиной. Они ими зацепляются и крутятся по кругу. Относится к рыбкам бесчешуйчатым. Это нужно учитывать при лечении аквариума. А помимо этого, при транспортировке мраморные боцы часто подвергаются ихтиофтирозу. Или, как говорят в народе, манка. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать про эту красавицу. Всего вам самого доброго и до новых встреч в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok